В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Рязанская область получит от использования системы платон 550 миллионов рублей. В центре России день чуть теплее ночи. Какую погоду ждать на выходные? И в Рязани представил спектакль народный артист России Дмитрий Маликов. Рязанская область получит от использования системы платон 550 миллионов рублей. Еще более 300 поступит в регион за счет повышения акцизов на топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Сообщается, что средства будут направлены на ремонт дорог в районных центрах и межмуниципальных трасс. В комментариях председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров отметил, что в настоящее время стоит задача по переходу от сырьевого формата развития страны к новой экономической модели, основанной на повышении качества жизни людей и конкурентоспособности государства. Почти 900 миллионов рублей на ремонт дорог для Рязанской области сумма немаленькая, пока официальные источники не сообщают о том, когда средства поступят в региональный бюджет. Направить дополнительные средства ряду регионов на приведение в порядок дорог в областных центрах, в том числе Рязанской области, из сборов системы Платон поручил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев на селекторном совещании в конце прошлого месяца. Ранее сообщалось, что расчет, сколько именно области необходимо средств из сборов системы взымания платы с грузовиков, сделают зампред правительства Шаукат Ахметов совместно с главой администрации Рязани Олегом Булековым. Система Платон, обеспечивающая взымание платы с грузовиков массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует в России с 15 ноября. Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, установлен на уровне полутора рублей за один километр пути. В дальнейшем тариф будет расти. От использования системы Платон Рязанская область получит 550 миллионов рублей, еще около 330 миллионов, поступит в регион за счет повышения акцизов на топливо. Средства будут направлены на ремонт дорог в районных центрах и межмуниципальных трасс. Год назад в городском отделе полиции появилась отреставрированная «Волга». Машина украшает центральную площадку управления, но никто не знает ее служебную историю. Чтобы восстановить этот досадный пробел, рязанские полицейские придумали конкурс «Историю служебного автомобиля». Несколько работ уже поступило, с ними ознакомилась Александра Тамбовская. Год назад в городском управлении МВД появился отреставрированный служебный милицейский автомобиль прошлого века «Волга». Машина ГАИ 80-х годов украшает центральную площадку в дворе управления. Но история автомобиля неизвестна. Как и то, кто на ней ездил и по каким делам. Были ли это громкие задержания или же рядовые патрули? Машину доставили со стоянки управления ГИБДД. Положено, автомобиль списывает. Он отслужил определенный срок службы и его положено списать. Это такая стандартная процедура. Но тем не менее, вся служебная техника, она как правило безлика. Она отслужила свой срок, ее списали, о ней забыли. Этот автомобиль привлек внимание, отреставрировали его. Кстати, он ночью подсвечивается. Очень красиво здесь выглядит. Поэтому у него должна быть история, раз он украшает нашу территорию. Возможно, истории этого служебного автомобиля рязанцы начали присылать чуть более недели назад. На сайте их уже 10. Причем некоторые даже с романтическим сюжетом. Конкурсную комиссию уже заинтересовала одна из историй. Ее автор Михаил Дмитриев написал целый мини-рассказ под названием «Матушка и влюбленный капитан». О том, как матушка Волга, машина прапорщика милиции, приехавшего к возлюбленной, напугала преступников. Вот небольшой отрывок. Когда преступники увидели служебный автомобиль, да еще такого ранга, то подумали, приехали брать именно их. Пули попали в матушку. Капитан не растерялся. Спрятался за автомобилем и, воспользовавшись замешательством преступников и тем, что револьвер у них заклинило, с оружием в руках задержал криминальную троицу. Конкурс продолжается и сейчас. Свои работы вы можете присылать на сайт rzn.62.mvd.ru. Авторов лучших историй ждут призы. Формат может быть любой. Проза, стихи, песни и даже комикс. Особо критериев нет. У нас есть конкурсная комиссия, в которую входят члены общественного совета. Люди с профессиональным образованием, которые могли бы оценить люди творческих профессий. Конечно, да, мы тоже будем судить с точки зрения, возможно, закручности сюжета. Но, тем не менее, фантазию не ограничиваем. Ну и, конечно, то, что заинтересует всех. То, что понравится всем. Вот он, тот легендарный автомобиль, на котором капитан Петров задержал сразу трех преступников. Или же майор Фролов поймал самого злостного угонщика Рязани. Лучшую историю знаем уже 3 июля в Деньги БДД. Ее будут передавать из уст в уста. В Рязанском медицинском университете состоялась ярмарка вакансии. Она привлекла представителей медицинских учреждений из 8 регионов страны. На ярмарке студенты могли пообщаться с докторами, обсудить с ними детали интересующих вакансий и даже закрепить себе рабочее место в приглянувшемся учреждении. Подробнее о событии в материале Анны Герцовской. 83 лечебных организации нашей страны из Московской, Тульской, Тамбовской, Пензенской и других областей. Студенты Рязанского государственного медицинского университета. Это самая масштабная ярмарка вакансий из всех, что регулярно проводит университет. Традиционно такие мероприятия проходят два раза в год, но именно в этот раз представители некоторых учреждений посетили его впервые. Это дает большой простор для выбора как самим студентам, так и организациям. Я живу в Московской области, поэтому здесь даже представлены именно из этой области представители. И вот уже нашла что-то. Да? Да, рядом с домом, очень удобно, близко. Не только студенты последних курсов заинтересовываются этой ярмаркой. Большое внимание на нее обращает и учащаяся младших курсов. Младших курсов тоже народ интересуется. Для будущей профессии, чтобы более определиться со специальностью. Для тех, кто уже определился со своей специальностью, эта ярмарка может позволить закрепить себе место в организации. Например, в таком федеральном учреждении, как детский туберкулезный санаторий «Кирицы», который участвует в этом событии впервые. Заинтересовало именно детское отделение, вот анестезиология и реанимация. То есть я планирую в детскую реанимацию работать. И тут есть возможность, вот обговорили. Эта студентка планирует обучение в ординатуре совмещать с работой, чтобы лучше вникнуть в профессию. Оказывается, и главный врач санатория в Кирицах приехал на эту ярмарку неспроста. Сам он выпускник Рязанского государственного медицинского университета и считает, что это заведение пестрит хорошими кадрами. Я вот занимаюсь наукой, имею контакты со многими научно-исследовательскими институтами. Во всех них очень хорошее, устойчивое такое мнение о том, что Рязанский медуниверситет готовит очень хорошие кадры. Причем по всем направлениям, по всем специальностям. По мнению профессора, эта ярмарка является требованием времени. Современная медицина нуждается в подобных мероприятиях. Своевременная ротация кадров – это просто необходимое условие для того, чтобы обеспечить нормальную деятельность учреждения. Причем наше учреждение оказывает помощь детям со всех регионов России. У нас очень сложные больные, требуют индивидуального подхода. То есть по ним не разработаны стандарты оказания медицинской помощи. Поэтому нужны молодые, инициативные кадры, которые любят свою профессию и готовы вкладывать свои знания и душу в здоровье детей. Доктора, собравшиеся на ярмарке, получили хорошую отдачу от студентов. Учащиеся активно участвовали в диалоге. По словам ректора университета, с каждым годом география гостей будет расширяться. Это принесет хорошую пользу для медицины страны. За таким количеством наших потребителей большая системная работа вуза в целом, работа над качеством наших выпускников, работа с запросами территорий, на подготовку именно такого специалиста, который нужен по тому направлению. И самое главное, одинаково качественно, вне зависимости от того, куда он едет, в город или в глубинку и так далее. Поэтому это, наверное, вершина визуальная, красивая, вершина той работы, которую ведет вуз по седневным. Заинтересовать детей и подростков, дать им стимул к развитию и самообразованию, научить их ставить цели и работать над их достижением – вот основные направления деятельности последних лет народного артиста России Дмитрия Маликова. Он уже объездил более ста городов с мастер-классом «Уроки музыки», а сейчас Дмитрий представляет театральный спектакль «Перевернусь. Игру», где он является автором идеи, продюсером, актером и пианистом. 19 мая этот спектакль рязанцы увидели на сцене театра «Драмы», а перед представлением артист пообщался с журналистами. Рязань стала вторым городом, жители которого смогли увидеть новую постановку Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». По словам самого автора, то, что увидели в Рязани и в ближайшее время увидят во многих городах Центрального федерального округа, это в первую очередь драматический спектакль. Однако в нем переплетено огромное количество самых разнообразных жанров, а приправлено все это чудесами, фокусами и лучшими образцами классической музыки. Сегодня поиск новых, необычных, ярких форм просто необходим, считает Дмитрий. Главным образом для того, чтобы привлечь самых придирчивых и требовательных зрителей – детей и подростков, и обратить их внимание на богатство окружающего мира и наследие мировой культуры. Моя задача – это просто обратить внимание, какая великая культура есть вообще в мире, чтобы ребенок или взрослый человек лишний раз не писали там дурацкие друг другу эсэмэски или слали фотографии, а лишний раз посмотрели список самых знаменитых произведений Моцарта, или, например, какие-то интересные даты и события из жизни Бетховена. Почему он был глухой, как он мог глухой 20 лет жить и писать такую музыку. Об этом во всем есть в моем спектакле. В центре сюжета спектакля вечно актуальная проблема отцов и детей, где, с одной стороны, все отрицающее подрастающее поколение, а с другой – поколение родителей, которые пытаются привить детям культурные ценности. Найти компромисс помогут великие музыканты и композиторы классики – Бах, Бетховен, Моцарт и даже Майкл Джексон, появляющиеся чудесным образом на сцене со своей историей. В сценарии тонко переплетены интересные факты их жизни и судеб, различные исторические эпохи и музыкальные направления. Яркий, динамичный, компактный спектакль рассчитан на семейный просмотр. Взрослым наверняка будет интересно освежить свои знания и послушать шедевры мировой музыки, а детям – окунуться в увлекательную историю, которая произошла с главной героиней – 16-летней девочкой-диджеем и перевернула ее восприятие мира. По сути, перевернуть игру – это не просто спектакль, а полноценный образовательный проект, реализуемый при поддержке «Газпромбанка». Этот год для музея имени Павлова – юбилейный, и было принято решение отпраздновать 70-ю годовщину учреждения необычно и действительно по-весеннему – организовать сиреневый бал. Подробнее моя коллега Оксана Тебенихина. Музей-усадьба имени академика Павлова встречает свою 70-ю весну. Поэтому его руководством было принято решение таким вот неординарным образом отпраздновать юбилей и организовать сиреневый бал. Дело в том, что и Павлов любил сирень, и весной музей открыт. И потом, вы знаете, что это вот тоже новый павловский ориентировочный рефлекс, что такое. И я думаю, что сегодня просто родится новая традиция в музее. Мы будем отмечать на природе, потому что мне всегда хочется эти события встречать в Павловском саду. Потому что действительно, может быть, и эстетический вкус формировался у Павлова именно в саду. Не только он получал прививку от праздности Лени. И мы вот с удовольствием ждем гостей. Действительно замечательно, что такие продолжатели у Ивана Петровича. И благодаря тому, что вокруг музея сформировалось потрясающее сообщество уникальных людей, мы понимаем, что дело Ивана Петровича живет, будет жить вечно. В усадьбе открылась выставка картин, представленных Рязанским художественным музеем. Открывается и новый проект, в котором принимают участие представители различных стран, среди которых Португалия, Франция, Великобритания, США, Польша, Германия и другие. Вообще-то ни один художник не обходил своим вниманием сирень. И это прекрасная картина. А потом у нас еще уникальная будет совершенно фотовыставка сирени. Вот у нас есть один человек, он теперь вошел в клуб друзей музея. Он в социальных сетях разместил информацию о том, что в музее состоится, в музее Павлова, сиреневый бал. И из разных стран мира, поскольку Павлов-то гражданин мира, откликнулись и прислали свои в подарок фотографии с сиренью. И мы представили их внимание наших зрителей. Это уникальная выставка совершенно. Несмотря на начавшийся с дождя день, отменять мероприятие никто не торопился. Ведь продолжить праздник планируется в Павловском саду, где гости бала смогут насладиться ароматным чаем и выпечкой. Жители Центральной России нынешний май дождями балуют в полной мере. За прошедшие дни в Рязани выпало 8 мм осадков или четверть от месячной нормы. Кстати, сейчас в Центре России день чуть теплее ночи. Что приготовила нам природа на выходные, расскажет Наталья Новикова. Предстоящие выходные станут самыми холодными в этом месяце. Погода останется неустойчивой и прохладной. Облачные прояснения будут сменяться дождями. Возможны грозы. Ночные значения температуры понизятся до плюс пяти, плюс десяти. Дневные – до плюс двенадцати, плюс семнадцати. Среднесуточная температура останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Конечно, дожди, которые уже неделю практически не покидают наш регион, благотворно сказались на цветущих садах и растениях. А в ближайшие дни стараниями южных циклонов воды только прибавится. А вот садоводам и огородникам придется засучить рукава на их любимых грядках при такой погоде, что из тьмочи начнет расти трава. Но зато отпадет необходимость что-либо поливать. В общем, не стоит забывать, что у природы нет плохой погоды. Ну а выходные планировать так, чтобы от дождей все же было укрытие. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера и весеннего настроения, несмотря на дождливую погоду. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Субтитры создавал DimaTorzok